Рюкзачок за спиной, на ногах, резиновые сапоги. Спустя пару недель я возвращаюсь к подножию Калбинского хребта, чтобы вновь оказаться на заброшенной в горах пасеке. На этот раз я не один. Компанию мне составил человек, который жил на той самой пасеке, куда мы держим путь, в августе 1972 года, будучи еще мальчишкой. Несмотря на минувшие десятилетия, память все еще хранит воспоминания из детства. Родник с питьевой водой до округлой формы вершину горы Баспак, мимо которой через перевал тропа вела к соседней пасеке семейства Курочкиных. Лето в этом году выдалось довольно сухим, поэтому к намеченной цели без особого труда удалось подобраться настолько близко, насколько это позволяли возможности нашего автомобиля. Это существенно сократило пешую часть пути, да и дальше ехать не было никакого смысла. Через 300 метров едва заметная колея пропала, а на пути возник высокий завал из сухих бревен и смытых горной рекой деревьев. Вскоре показалась и сама хозяйка здешних мест, по виду которой не скажешь, что весной у нее буйный нрав и неспокойный характер. Полчаса пути и настает тот волнительный момент, которого я ждал вот уже два года. Спустя без малого 50 лет они встретились вновь. Вот только теперь и он уже не мальчишка, и места эти поменяли свой внешний вид. Дом разобрали до последней досточки. Остались лишь стены хлева и амшанника, сложенные из скального камня. Большой огород, который раньше засаживали картофелем, за долгие годы зарос высокой травой, в которой можно легко споткнуться, а старый улей или дырявое ведро. Игорь Алексеевич рассказывает, что ульев здесь стояло немало, большая часть принадлежала совхозу. Немного держали и для своих нужд. Хозяйство было натуральное, а экономика плановая, поэтому запас меда никогда не был лишним. 87 номер. Номерация на рулях. Здесь бугор, здесь частные улья деда Пантелея стояли. И уличные, собственно. Вот этих деревьев не было. Вот так вот было все. Назывался постанов. Ее как переезжали и сразу пригон этот. Речка изменила русло. Оно здесь пересохло, там течет. Речка изменила русло, видимо. Не только река поменяла свое направление. За 50 лет многое изменилось, и сейчас рассказ Игоря Алексеевича о жизни в прошлом столетии кажется художественным вымыслом со страниц книги какого-нибудь писателя. С трудом укладывается в голове, как немного по тем временам нужно было человеку, чтобы воплощать в жизнь все те же цели, которые стоят сегодня перед современным обществом. По большому счету, поменялись лишь средства их достижения. Здесь дорога, в лоб есть, в котором потом скрывался пасечник до революционного времени от белоказаков. Ночевал там. Они здесь расположились в его доме. Погуляли, все прочее, уехали. Потом вышел оттуда. Он скрывался от них. Вот в этом логу. Как он назывался, я не знаю. Медвежий. Но медвежий лог это там. Курочкин, который ведет направо. Огород, через который вела тропа в лог, кормил все семейство. По современным меркам огород был большой. Помимо картофеля сажали огурцы, лук. Помидоры в высокогорье не высаживали. Лето в горах короткое. Дедушка и бабушка, они помидоры не выращивали. Вот этого карагайника по пути не было. Это все заросло. Вот здесь никаких деревьев, ничего не было. Здесь был огород. А вот так вот было плетение. Удивительно, как с годами человеческая память вспоминает в мельчайших подробностях то, что происходило много лет назад. Игорь Алексеевич поведал мне, как в августе 1972 года он пешком в кроссовках киевской фабрики шел в верховье реки на пасеку к деду Пантелею Архиповичу. Дед был работником совхоза, держал ульи с пчелами. Полученный мед за небольшие по тому времени деньги сдавал государству. В тот день внук, приехавший в гости к своему деду, на пасеке никого не застал. Не дожидаясь, когда придут хозяева, отправился по лагам да по горным тропам их искать. Нашел родню на Сенокосе, где они жили уже три дня, заготавливая на зиму сено для скота. Жили прямо на Сенокосе. Надо ли говорить, каково было удивление пасечников увидеть здесь мальчишку в кроссовках, которого даже признали не сразу. Эту поездку мы с Игорем Алексеевичем планировали без малого два года. Вечерами сидели перед монитором, разглядывая снимки со спутников, сверяя их с оставшимися в памяти воспоминаниями. В прошлом году в августе месяце обговорили день, собрали рюкзаки, съестное. Но наутро пошел сильный дождь, поездку пришлось отменить. Рассказы о том, как там застревали грузовые автомобили, время от времени ездившие на пасеку, нужно было брать во внимание. Часто шоферы не доезжали до пасеки Пантелея Архиповича. Горные родники и ручьи превращали дорогу в самое настоящее болото с липкой и затягивающей грязью. Бывало даже такое, что по нескольку дней не могли вытащить тяжелый грузовик, а рассчитывать тогда приходилось лишь на свои силы. Сын Пантелея Архиповича, Петр, в то время работал шофером на казенном ГАЗ-51. Личный транспорт в то время был и редкостью, и роскошью. Поэтому частенько практиковалось брать для своих нужд казенную технику, на которой на пасеку забрасывали необходимые продукты и вещи. Одну из таких поездок Игорь Алексеевич запомнил хорошо. Дядя Петя на стареньком ГАЗ-51 вез на пасеку к деду Пантелею большое семейство, 12 человек, да еще полный кузов вещей и продуктов. На вопрос про посадочные места вдоль бортов ГАЗика мой собеседник лишь рассмеялся. Какие там посадочные места? Сидели кто как мог, держались, кто за что ухватился. По приезду накрывали стол, рассуждали о жизни, о хозяйстве. А кое-кто даже успевал упорожняться в стрельбе по мишени, в качестве которой выступало старое ведро. И вот это ведро висело на колу, который плетень. И когда отец приезжал сюда, он Вальтер брал с собой. И он из этого Вальтера стрелял вот в эту дверь, а это, вот в это ведро. Он вот так вот брал и из фашистского Вальтера бах, бах, бах. Вот так вот дыряя, вот теперь дырки можно снять, вот эти вот следы от пульт немецкого фашистского пистолета. Старые выцветшие фотографии будто бы переносят в те далекие времена. На черно-белых снимках большая семья Пантелея Архиповича, несколько поколений, сыновья с женами и детьми, внуки. Попал в кадр и тот самый дом, от которого сейчас не осталось и следа. После того, как дед Пантелей прекратил заниматься пчеловодством и переехал в город, его дело просуществовало недолго. Дом разобрали на стройматериал, остались лишь стены хлева и амшанника, выложенные из скальника. Ну, на этой панцике изображена семья, которые были после Пантелея Архиповича и бабушки моей, дедушки-бабушки Арины Алексеевны. Это Николай Пантелеевич, это Екатерина его зовут, это Виктор, это Раиса, это Анатолий. Он остался один из всех живой сейчас. И, ну, Виктор еще живет в Новосибирской области в России, но Анатолий живет на улице Виноградова. Вот тогда вот это что строение. В настоящий момент даже ни одного камня не осталось от него. На обратном пути, вспоминая предков и рассуждая о нелегкой жизни в послевоенные времена, натыкаемся на останки какого-то зверя. Эта находка в очередной раз доказывает, что человек здесь давно уже не хозяин. Да и в те далекие времена, по воспоминаниям Игоря Алексеевича, не раз видели они хищника в этих местах. Однажды им с братом даже пришлось убегать, завидев небольшую стаю волков, двигавшихся им навстречу. Благо от пасеки ушли недалеко, а в доме у деда Пантелея всегда было ружье. Мало ли, какой шальной зверь захочет познакомиться поближе. Еще и скот попортил. В очередной раз убеждаюсь, что места эти богаты на дары природы. Помимо земляники, из которой дед с бабкой варили вкуснейшее варенье, по берегам горной речушки растут кусты со сладкой и запашистой малиной, а на склонах гор – лук с лизун и ароматная душица. Вот тебе и аптека, и продуктовый магазин. Лечились народными средствами. Чай с горячей малиной, да русская печь, об уникальных лечебных свойствах которой говорят до сих пор. Спинали, горло беспокоит или какой иной недуг. Прилег на горячую печку, укрылся получше и лежи, получай лечение. Попрощавшись с пасекой деда Пантелея Архиповича, решаем попытать удачу в поиске еще одной медоносной точки, расположенной двумя километрами вверх по ущелью. Вообще пасек здесь насчитывалось семь, включая ту, где мы сегодня были. Располагались они в основном вдоль реки, вверх по ее течению, на расстоянии около двух-трех километров друг от друга. Лишь несколько пасек стояли в стороне от реки, в ущельях. Две из них, пасека Кержака и Курочкиных, функционируют и по сей день. А вот кто ими владеет, потомки советских пасечников или кто другой, неизвестно. Вскоре вдалеке показались строения из камня. Дойти до них было непростой задачей. Тропа заросла настолько, что местами приходилось пробираться ползком сквозь стену из колючего караганника. По размерам эта пасека чуть меньше, чем пасека деда Пантелея. Но строения сохранились куда лучше. Сохранилась даже приткнутая к горе небольшая банька, сейчас больше напоминающая груду камней. В одном из строений удалось разглядеть пяти стенок, по всей видимости, совмещенные с амшанником. В углу располагалась печь на две комнаты. Стены строения довольно массивные, что свидетельствует о том, что здесь жили круглый год. Даже сложно представить, чем здесь можно занять себя холодными зимами. А зимы в наших краях порой и по полгода тянутся. Несмотря на минувшие десятилетия, память человека все еще хранит воспоминания из детства. А черно-белые снимки, будто опытный проводник, переносят по извилистым тропам ровно на 50 лет назад, когда, будучи еще мальчишкой в кроссовках киевской фабрики, Игорь Алексеевич шел на пасеку к своему деду Пантелею Архиповичу. Эта история из жизни обычных людей, работников совхоза, хоть и похожа на художественный вымысел со страниц книги какого-нибудь писателя, на самом деле является отражением современной жизни большинства людей. Несмотря на то, что научный прогресс шагнул далеко вперед, по большому счету ничего не изменилось. Все так же с утра и до позднего вечера трудится человек, получая за свой труд небольшие по современным меркам деньги, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым. Выросли города, появились теплые квартиры с центральными коммуникациями, магазины шаговой доступности, где можно приобрести все, что душе угодно. Кажется, жизнь стала лучше. Но лучше – понятие очень относительное, и если взглянуть на нашу жизнь с высоты птичьего полета, то сегодня она напоминает весьма странную вещь. Пустеют села, расположенные в местах с чистейшим воздухом и вкуснейшей водой, а люди меняют свою свободу на несколько десятков квадратных метров с бетонными стенами и потолком, становясь заложниками тех небольших по современным меркам денег, которые они получают взамен за свой труд с раннего утра и до позднего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok